В апреле текущего года в наш адрес поступило уведомление от Управления государственных доходов по Абайскому району города Чингент о том, что мы должны исключить из отчета НДС и вычеты по КПН на сумму 568 миллионов. В связи с тем, что один из наших поставщиков ТО Alma Oil Energy был признан решением Алмалинского районного суда города Алматы лжепредприятием. По итогам комплексной налоговой проверки нам будут начислены огромные для нас суммы. Это сумма КПН, НДС, пение и штрафы в размере 17,2 миллиарда тенге. Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан обязало заключать договора на поставку ГСМ 100 Alma Oil Energy и Dissolution Consulting Алматы руководителем, которым являлся Минаков. Приговором Алмалинского районного суда города Алматы от 3 декабря 2015 года Минаков признан лжепредпринимателем. Субъекты предпринимательства не согласны с требованием Органа государственных доходов по доначислению и оплате многомиллионных сумм. Только 22 компании Жамбулской области должны выплатить более 225 миллионов тенге НДС, не говоря уже о КПН. Нонсенсом является тот факт, что по факту предприниматели работали фактически с тем контрагентом, которое предоставило ему государство. И создается парадоксальная ситуация, когда бизнес не знает и не может знать, как себя защитить в таких ситуациях, так как о том, что такое уголовное дело ведется или будет вестись, их никто не предупреждает, сделки эти никто не перепроверяет. В качестве свидетелей, контрагентов, добросовестных предпринимателей никто не привлекает в ходе уголовного дела. А после того, как приговор вступает в законную силу, работает та же норма нормативного постановления, пункт 20, говорящий о том, что в принципе уже доказать, что сделки были совершены невозможно, так как уже иное установлено в приговоре суда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Более 250 человек останутся фактически без работы. Виной всему считаю сложившуюся практику, когда органы госдоходов инициируют свои иски, признание регистрации юридических лиц недействительных, порядки гражданского производства и не доказывают виновность или невиновность контрагента. Национальная палата предпринимателей считает действия налоговых органов неправомерными и что позиция комитета государственных доходов противоречит налоговому законодательству.